здравствуйте мы продолжаем с вами вебинары сегодня мы поговорим о таких средствах поиска как карточка поиска и правовой навигатор и познакомимся с обзорами правовой информации загружаем консультант плюс использование быстрого поиска и путеводителя консультант плюс как правило это наиболее быстрый эффективный путь получения информации в системе но наряду с этим консультант плюс представляет широкие возможности воспользоваться и традиционными способами получения информации из правовых актов консультации судебной практики для их эффективного поиска в консультант плюс имеется целый спектр различных инструментов сегодня мы поговорим с вами что такое карточка поиска еще раз напомним кто пользуется а кто не пользуется соответственно посмотрим это еще средства одно поиска вот карточка поиска на стартовой странице к ней мы можем обратиться через вкладку поиск по реквизитом карточку поиска либо из панели быстрого доступа вкладка карточка поиска что собой представляет карточка поиска давайте войдем в этот поисковой инструмент мы видим карточки поиска представлены различные разделы именно разделы поиска информации поля которые при необходимости мы будем с вами заполнять но такие как текст документа название номер дата принявший орган вид документа тематика и так далее обратите внимание что вот эти поисковые поля могут отличаться в зависимости от того какая у нас задана область поиска в данном случае область поиска у нас задано законодательство вот справа вы над данными полями можете настраивать для себя область поиска если мы выберем такую область поиска как судебная практика обратите внимание поля будут немножко отличаться добавляются поля судья н н н н у крн так далее выберем комментарий законодательства уже появляются поля тематика автор источник публикации вот будем рассматривать сейчас поиск по по области законодательства хочу заметить что если вам хотели бы сделать увеличить шрифт поле это справа в углу можем делать увеличивать уменьшать вот когда удобно пользоваться карточка поиска это тогда когда нужно найти конкретный документ если известны его реквизиты такие как номер дата вид принявший орган когда у нас известны например давайте на примере даты когда известно не точная дата документа такое бывает да ну известно допустим диапазон дат либо вы знаете позже чего он какого срока он был издан либо раньше чего можем соответственно эти даты заполнять но если диапазон дат нас интересует ставим включаем это поле выбираем интересующую дату с по заполняем выбираем вкладку окей и соответственно количество документов будет отобрано по данному запросу не надо стараться заполнить как можно больше полей карточки поиска конечно самым важным является номер дата принявший орган необходимости заполнения всех полей такой необходимости нет если мы говорим о том с вами когда удобно пользоваться карточкой поиска когда быстрым поиском то вы наверное обратили внимание вот неизвестна дата да нам удобно использовать карточку поиска бывает что вам у вас возникает необходимость использовать логические операторы например документ был издан совместно несколькими госорганами оператор находится в правом углу когда мы например открыли поле принявший орган вот они оператора или и кроме если совместно двумя органами был издан документ выбираем этот оператор и в данном случае окей иногда возникает необходимость ограничить область поиска да также открываем карточку поиска для поиска когда надо задать в названии документа одни слова а в тексте другие такое тоже бывает потому что суть вопроса иногда отражается в тексте документа нежели в названии и когда необходимо совместить несколько условий поиска одновременно о чем мы говорили выше давайте рассмотрим такой пример найдите приказ ФНС Россию 31 марта 2017 года номер ммв тире 7 тире 21 слэш 271 собака об утверждении форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организации в электронной форме и порядков их заполнения мы прекрасно понимаем что поиск документа по его номеру возможен с помощью быстрого поиска но использование карточки поиска удобно в случае если номер сложный и велика вероятность ошибиться в наборе номера в данном случае у нас номер не совсем простой вводим в поле номер номер документа м переключаемся на русский язык ммв тире 7 21 слэш 271 обратите внимание я еще не набрала собака а уже в словарике содержится подсказка что такой документ есть мы видим это наш документ который нам интересен вот карточка а если бы начали набирать символы и может быть не вы неправильно символ набрали то в этой строке будет данный набор символов окрашен в красный цвет говорит либо это нет такого с таким номером документа либо вы что-то набрали неправильно выбрали этот документ построили список документов обратили внимание на дерево список документ 1 нет необходимости заполнять дальше поля особенно название если оно у нас не маленькое скажем так открываем документ тот который мы и искали вот он он представлен здесь да хочу отметить что если вы заполняете поля названий и текст документа старайтесь в названии заполнять не более двух-трех слов по тексту 24 ну небольшую фразу которая отражает суть документа и обязательно в нем присутствует вот если хотите очистить поле нажимаем на крестик поле очищено обращайте внимание вот вы что-то ищите с помощью карточки поиска иногда не очищаете некой поля начинаете производить поиск следующего документа смотрите а документа нет внимательно обращайте внимание на то чтобы очищать поля ненужные или которые присутствовали поиски в предыдущем да предыдущего документа давайте посмотрим как пользоваться логическими операторами на примере найти действующий приказ Минюста России номер 174 и Минфина России номер 122 5 сентября 2012 года об утверждении порядка расчета вознаграждения адвокатов участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов предварительного следствия или суда в зависимости от сложности уголовного дела открываем карточку поиска в словаре поле принявший орган чередно выбираем Минюст России и Минфин России и Минфин 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 России вот то что мы выбрали внизу в подвале отображается выбираем логический оператор и нажимаем окей смотрим 15 документов в разделе законодательства было найдено показать список документов если есть необходимость мы уточним на самом деле 15 документов это не так много если обратить внимание то внизу даже представлен документ утрачивший силу может нам они неинтересны приказ как раз таки Минюста России 0174 Минфина номер 122 Н первым отражается в списке открываем смотрим список смотрим знакомимся с документами вот карточка поиска это одно из эффективных средств поиска документов если известна какая-то информация документа о которой мы говорили выше да это реквизиты пусть даже приблизительные либо приблизительные слова из названия текста вот возможность задавать диапазон даты использовать логические условия при составлении запросов по карточке поиска позволяет быстро находить нужные документы в чем мы сейчас убедились с вами такой возможности в быстром поиске нет хорошо очищаем поля возвращаемся назад на стартовую страницу еще раз напомним карточку поиска здесь карточку поиска на панели быстрого доступа следующее средство доступа это правовое средство поиска это правовой навигатор откроем его и посмотрим что же это за инструмент как мы видим это инструмент поиска основанный на использовании подготовленных специалистами словаря ключевых понятий вот мы выбираем слева тематический запрос справа ключевые понятия к нему удобно обращаться в тех случаях когда непонятно в каких документах рассматривается вопрос и желательно получить подсказку в виде ключевых понятий подходящих по смыслу к рассматриваемой ситуации вот если перечислить полезные свойства правового навигатора то они будут отличаться от других поисковых инструментов поиск осуществляется путем выбора пользователям ключевых понятий из имеющего словаря мы на примере сейчас с вами ознакомимся ключевые я просто покажу вот ключевые понятия вот тематические понятия они представлены в алфавитном порядке словарь содержит десятки тысяч ключевых понятий все они сформулированы на доступном языке словарь постоянно поддерживается в актуальном состоянии словарь объединен в группы темы слева и ключевые понятия темы для поиска информации с помощью правового навигатора достаточно поисковой строку вот она правового навигатора ввести одно-два слова связанные ну которые связаны с вашим искомым вопросом рассмотрим такой вопрос государственным служащим задержали зарплату выплату зарплаты на 19 дней определите имеет ли он право в этом случае приостановить работу до выплаты задержанной суммы так мы находимся в правовом навигаторе строке поиска набираем задержка зарплаты зарплаты обратите внимание задержка зарплаты представлена в таких тематических рубриках бухгалтерский учет НДФЛ оплата труда увольнения можете посмотреть в необходимости может быть где-то в вашем представлено ключевое понятие вашего вопроса вот оплата труда вот вкладка оплата труда и смотрим что у нас здесь выделено какие ключевые понятия правовой навигатор отобрал цветом они другим закрашены вот как раз таки приостановка работы при задержке зарплаты фраза представлена нами ключевое понятие к этому вопросу ставим галочку в правом навигаторе вы можете ставить до 5 галочек при поиске нажимаем на вкладку построить список документов либо в 9 и по всей базе и по всей базе отобраны интересующие нас документы по данному запросу то есть как вы видите правовой навигатор нас как бы грамотно ведет к формулировке правильной формулировке нашего запроса иногда действительно очень сложно так гибко описать ситуацию в запросе и когда сложно вам сформулировать как бы вопрос пользуйтесь правовым навигатором так трудовый кодекс мы можем видите есть выжимка из трудового кодекса и мы можем посмотреть содержится ли ответ на данный вопрос так в случае задержки выплаты заработной платы на сроке 15 дней работник имеет право извести в работодателя в письменной форме приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы вот как раз то что нам нужно вот поэтому если рассмотреть преимущества правового навигатора перед быстрым поиском да он эффективен если пользователь затрудняется правильно описать свою ситуацию и может назвать буквально одно-два слова которые ей отвечают вот а уж правовой навигатор нас дальше ведет по данному вопросу вы может быть и углубитесь в этой ситуации рассмотрев соответствующие ключевые понятия допустим если набрать ндфл видите как много ключевых понятий по этой этому поиску пожалуйста выбирайте необходимые строки список конечно вы можете работать когда подбираете документы знакомитесь с материалом параллельно пользоваться быстрым и карточка поиска при необходимости то есть совмещайте все средства поиска в системе но не забывайте о таком удобном средстве поиска как правовой навигатор как вы обратили внимание мы с вами ознакомились со всеми средствами доступа поиска в консультант плюс это быстрые карточка поиска правовой навигатор это основные поисковые средства системы которые конечно дополняются друг друг с их помощью успешно решаются наиболее часто встречающиеся на практике задачи найти конкретный документ фрагмент найти документы поиск документов по реквизитам вот найти документы по определенному вопросу вот по какому-то практическому вопросу найти ответ на свой вопрос вот но в дальнейшем конечно по мере накопления опыта работы системы вы сами будете определять каким инструментом лучше пользоваться в той или иной ситуации обратимся к обзорам правовой информации в системе консультант плюс обзоры помогают быстро быть в курсе последних изменений в законодательстве в системе консультант плюс представлены обзора как конкретного документа мы будем позже об этом говорить так и обзор изменений произошедших законодательства в целом вот если мы говорим об обзорах изменения произошедших законодательства в целом то воспользуйтесь вкладкой обзоры со стартовой страницы вот либо вкладка еще обзоры представлены здесь давайте зайдем обзоры Что здесь представлено? Все обзоры разбиты на группы. Новости, мониторинг документов и аналитический обзор правовой информации. Обратите внимание, в мониторинге документов представлены как новые во всем законодательстве, новости для бухгалтера, для юриста, новости для бухгалтера бюджетной организации. Откроем, пожалуйста, новости для бухгалтера бюджетной организации и на любую интересующую дату вы можете открыть и почитать новости. Допустим, 30 августа открыли. Клинфин разъяснил порядок учета арендного имущества. Сданные в аренду имущества указанные не признают инвестиционным. Вот видите, выжимка, вывод, ссылки на документы. Ни одним документом ограничивается обзор, мы видим. Еще что-то важное представлено. Очень удобно пользоваться обзорами, когда вы были в отпуске, либо когда вы мониторите изменения и курс событий, хотите быть изменения законодательства. В аналитических обзорах, допустим, представлены различные обзоры по, допустим, закону 223 ФЗ, касающийся закупок. Либо мы можем посмотреть здесь изменения налогов в законодательство в 2018 году. Ну, откроем еще актуальные темы. Обзор по актуальным темам. Видите, их очень много. То есть постоянно он пополняется рубриками. Поэтому, если есть время, вы можете открыть обзор и посмотреть. Может быть, что-то для себя важное найдете. Допустим, откроем обзор закупки, госзакупки. Что изменилось за лето. Видите, прям для вас обзор. Не надо прям отдельно выбирать нормативные документы. В аналитическом обзоре все детально ответ на данный вопрос представлен. Обращу ваше внимание, что вы также можете подписаться на бесплатную подписку на обзоры и правовые новости на сайте Консультант Плюс. Выбираем вкладку в правом углу страницы «Обзоры законодательства. Бесплатная подписка на обзоры». После чего загружается сайт Консультант Плюс. На сайте Консультант Плюс мы видим необходимые рубрики, на которые мы можем подписаться. Периодичность обзоров, которые будут вам приходить на почту, представлены здесь. Название рассылки, другие доступные рассылки, Консультант Плюс. Для вас стоит только расставить галочки на то, что вы подписываете. Потом можно отписаться по необходимости или подписаться на дополнительные рубрики. Вводим почту. Защитный код. Подписаться на почту будет отправлена ссылка. Вы ее активируете. И подписка будет отправляться вам на почту с той периодичностью, которая указана вот здесь, в этом столбце, «Периодичность обзоров». То есть это тоже удобно, когда на почту отправляется обзор законодательства, с помощью которого вы можете быть в курсе событий. Так, на стартовую страницу выходим. Еще раз обращу ваше внимание, обзоры на стартовую страницу справа. Под вкладкой «Путиводители» представлены. А на панели быстрого доступа во вкладке «Еще». Вот они, обзоры. Пользуйтесь, да? Заметель. Так, хорошо. Хорошо. Хочу еще обратить ваше внимание на то, что на стартовой странице представлена рубрика «Последний открытый документ». При необходимости, если вы закрывали «Консультанты», хотите обратиться к тем документам, с которым вы работали не так давно, можете воспользоваться ссылками на стартовой странице рубрики «Последний открытый» и перейти на тот пункт, который вам интересен, на тот, соответственно, документ. Еще хочу отметить, если мы с вами рассматриваем различные темы, занятия у нас, если вы решили воспользоваться помощью по работе с программой, у вас возникли какие-то трудности или вопросы, во вкладке меню «Помощь», «Описание разделов» мы вызываем помощь программу для программы. Видите, тут все, о чем мы с вами говорили, это помощь по путеводителям, примеры работы с путеводителем есть, примеры работы с быстрым поиском, с карточкой поиском, с правовым навигатором. То есть вы находитесь где-то в системе, что-то с вами случается, но вы смотрите, и с помощью вкладки «Ф1», если какой-то вопрос возникает, вы можете вызывать, соответственно, помощь. Причем мы находимся сейчас на стартовой странице, идите, помощь через «Ф1» у нас открылась в вкладке «Стартовая страница». Если мы что-то с помощью быстрого поиска ищем, к примеру, прием сейчас на работу, нажму сейчас клавишу «Ф1». Вот. У нас помощь отразилась во вкладке «Быстрый поиск», уже видите, список документов о быстром поиске, потому что у нас сейчас открыт список документов о быстром поиске, который в данном случае отразился после того, как мы с вами произвели поиск по данному запросу. Не забывайте, что вот эти вкладки, которые открыты, которые не нужны в работе, можете закрывать, соответственно, перемещаться и по документу, и по результатам поиска, возвращаться на стартовую страницу при необходимости. это все находится у нас вот тут, да, на самой высокой панели вот эти вкладки отражаются. до сегодня все. Спасибо большое за внимание. До новых встреч и хорошего рабочего дня. До новых встреч и хорошего рабочего дня. Субтитры подогнал «Симон»